В понедельник на федеральной трассе Дон открылся первый платный участок дороги. Уже первый день эксплуатации принес в казну Липецкой области более миллиона рублей. Если дело так пойдет и дальше, водители будут оставлять на трассе по миллиону уже американских долларов в месяц. Трасса Дон соединяет Москву с югом, самым плодородным и самым неспокойным регионом России. Эта же дорога ведет и к ставшей сейчас печально знаменитой станице Кущевская. Мы продолжаем наш проект «Дорожная карта. Не тихий Дон». Наш корреспондент Александр Натсадный проехал по федеральной трассе Дона от Кущевской до Эльбруса. Кукурузное зерно на обочине, будто золотой песок. Мимо такого кубанского чуда проехать сложно. Хозяйственные южане рассыпанное добро собирают руками. Боковой борту КамАЗа лопнул, высыпалось зерно. Мужик попал. Чужая беда укладывается в мешки. Анатолий ехал с другом за зерном для домашнего скота. А тут такая удача. Пришлось вместо корма покупать большую лопату. Он скребет и будто оправдывается. Не мы такие, а жизнь. 30 тысяч заплат. У него трое детей. Хозяйство сейчас нельзя держать, потому что сынок, ищая чума. То еще все выбивается. За что человеку жить? За что детей? Это южное направление, накатанный путь из среднероссийской полосы к трем морям. Мы стартуем из Ростова-на-Дону. Примерно 100 километров. И вот она, теперь уже всем известная станица Кущевская. Крепкие заборы, приветливые плакаты, утверждающие, что кубанская земля – житница и наше богатство. Местный фермер Василий Крошко рассказывает, как строился земельный бизнес по-кущевски. Если бы кто-то высунул голову и сказал, вот я хочу вот здесь арендовать это поле, ему бы объяснили популярным образом, вывезли в лесополосу, ребра поломали бы и сказали, не суй нос. Его бизнесу помешала фамилия. Василий рассказывает, как все его земли были арестованы районным судом. После того, как бывшая жена Галина вступила в противостояние с бандой Сергея Цапка. Мне многие передавали, что твое имущество уже поделено там. Понимаете? Вот там суд, там прочие структуры все вот эти. Кому там строение, кому техника, кому что. Пока был суд до дела, 60 голов своих дойных коров он продал на мясо, чтобы платить по кредитам. Сегодня судебное решение отменили, но землю пока не вернули. Он говорит, пахать и сеять крестьянам помогает государство, иначе не заработать. Вот только помощь получают не все. Удобрение, которое вот сюда засыпается, извините, оно дороже зерна. Два порядка, понимаете? И то есть, а как же получается тогда, отбиваете? А вот так и получается. Вот так вот с пятого на десятого. Вот так и живем. На Кубани торгуют все, кто не ворует. Кущевский рынок – это рыба, овощи, фрукты. Все местное, а цены растут быстрее урожая. Видали, какие цены, а? Огурцы – 90 рублей, морковь – 35, даже рыба – от 70 и выше. При средних зарплатах – 3-4 тысячи. Покупателей – немного. У людей денег нет. А подорожало что? Все дорожает. Сегодня разговоры о громком убийстве и арестах авторитетных станичников на рынке, если и слышится, то очень тихо. Щупальца не все обрублены. Поэтому, конечно, опасность существует. Криминал и власть в Кущевской срослись так крепко, что теперь этот узел рубят на всех уровнях. Мне было сказано, что очень влиятельные люди заинтересованы в том, чтобы в отношении вас было возбуждено уголовное дело. На этой неделе местный следователь Елена Рогоза через интернет обратилась к президенту Медведеву. После того, как была объявлена охота на коррумпированных представителей власти, против нее начали проверку. Эта молодую, модно одетую девушку обвиняет в преступных связях с местными авторитетами. Следователь ОВД в кафе рассказывает, что не виновата. Она всего лишь выполняла приказы своих начальников. Просто меня сделают в этой ситуации козлом отпущения. А те лица, которые действительно на протяжении длительного времени покрывали этих преступников, я, к сожалению, не знаю, кто в этом заинтересован, кто эти лица. Они просто останутся на свободе, они будут сидеть в своих креслах. Случившееся в родном селе он сильно переживал. Евгений – тонкая душа. В Кущевской его называют местом айболитом. Он помогает животным, которых обидели люди. Любопытный. Ты любопытный? Его маленький зоопарк бесплатно открыт для всех. Все деньги уходят на корм животным. Евгений сам весь в дырах, но говорит, что счастлив. А почему зла сейчас можно будет считать? Деньги. Из-за зла. Деньги портят? Да, очень сильно портят. Он уверен, это от них все беды. Люди разучились жить для души. Это так просто и так сложно. Но Евгений говорит, животных получается понимать лучше. Возможно, поэтому им с женой комфортнее среди своей стаи. Мы считаем, что хищники – это мы люди. Верно, ты сильная людей не обижай. В поисках лучшей жизни мы едем дальше по трассе Дон и упираемся в говорящий указатель. На трассе Дон, у кого не спросишь, у всех веселая жизнь. Здесь даже населенные пункты так называются. На Кубани, в Хлебородном краю, мы искали хорошую жизнь. Но нам почему-то не везло. Мимо этой обочины не проехать. Еще недавно здесь был большой рынок для всех. Теперь торговать можно только тем, у кого есть разрешение и оборудованная палатка. Остальных гоняют и штрафуют. Их веселая жизнь стала еще веселее. Скоро там, где стоят их пирожки, положат асфальт. Трассу расширят, а возможность заработать сузят. Он торгует прямо из-под колес. Между фурами раскинул рукава местный Черкизон. Весь товар привезен из Москвы. Так оптовик-затейник зарабатывает себе на хлеб. Дорога кормилица пестрит предложениями. Здесь никому не тесно. И у каждого своя обочина. Мы предлагаем вам эротический массаж. Пламно переходящий в оральный секс. 500 рублей. Дорога южная, дорога дальняя. Сюда за своей копейкой приходят те, кому больше идти некуда. Они все разные, но у всех одна цель заработать, чтобы удержаться хотя бы на краю дороги. Немного в сторону и попадаем в Кавказскую республику. Карачаево-Черкесия встречает теплом, как дорогих гостей. В селе важное в доме у дороги мужчины тощат ножи. Сегодня здесь поминки. На вопрос, как живется, получаем знакомый ответ. Какая разница? Везде такая жизнь. Ну, кто живет? 10% населения России живет, а остальные все существуют. Вот это я точно скажу. Между делом Абдулла рассказывает, как тратит свою зарплату. 4 500 я получаю заработную. Куда это зарплата сунешься? За газы 2812 рублей отдал вчера и за свет 300 рублей заплатил. Он говорит, без своего хозяйства не протянуть. Еще помогают кавказские традиции держаться друг за друга. В трудную минуту родственники всегда помогают. На вопрос, когда станет легче, Абдулла отвечает словами из известного фильма. Я вам жду не беру, говорит, мне за державу обидно. Вот, когда вот эти слова действительно будут подтверждаться, тогда будем жить нормально. Ставропольский край, Кавказский фортпост. Слава о чрезмерно бдительных сотрудниках ГИБДД давно вышла за региональные пределы. Но сегодня их как будто подменили. Мы проехали не один пост, но в нашу сторону никто даже не посмотрел. Ну, что там, да, да, документы посмотрели, пробили. Возможно, мы застали переходный период. Так милиция становится полицией. Патруль аккуратно подъезжает, вежливо интересуется. Помощь, ничего нет? Нет, все, сейчас едем обратно. Они знают дорожную жизнь лучше всех. Анатолий в дальнобой ходит 20 лет. Сам местный, из казачков, звание Харунжи. В его уютные многотонные иномарки незаметно за разговором въезжаем в туман. Ваня туманчик, поэтому сильно не топим. Он рассказывает о своей главной дорожной проблеме. Она начинается в период отпусков, когда все едут к морю и мешаются под колесами. Анатолий бывал везде, но, говорит, дома лучше. В Центральной России жизнь поплохо, чем по сравнению у нас со Ставропольским, Краснодарским краем. Там уже в основном села, деревня уже заброшены, хаты забитые стоят. Анатолию повезло больше, чем нам. Дорога показала ему хорошую жизнь. Возможно, и мы повстречаем ее на другой трассе. Александр Нацедный, Виктор Музалевский, Илья Емельянов. Неделя. РЕН-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин